Россия глазами дронов. Лайф, некоммерческое партнерство ГЛОНАСС и Триколор ТВ запускают конкурс на лучший ролик, снятый с помощью летающих камер. Лучшие видео недели смотрите на нашем канале, а лучшего автора видео определяют в начале весны зрительским голосованием. Для этого уже запущен специальный портал Дрон Триколор ТВ. Чтобы подогреть интерес конкурса, организаторы подготовили призы для победителей. Организаторами учреждено три приза. Первый приз – это поездка на международную гонку дронов. Второй приз – это дрон. И третий приз – это смартфон iPhone 7. В Москве уже прошла гонка дронов. Бороться за звание лучшего оператора приехали и иностранцы. Это не съемки очередного эпизода «Звездных войн». Это первый кубок чемпионов по дрон-рейсингу в формате HD. Организаторы мероприятия – некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» и федеральный мобильный оператор «Йота» – генеральный медиапартнер «Лайф». За право назваться лучшим борются 20 пилотов, все из России. Были финны, были французы, белорусы, но в финале только наши. В каждой команде по три человека, то есть два пилота и один техник. На дроне стоит камера, и она передает видеосигнал в эти самые очки. До этого чемпионата проблема зрелищности была как раз в том, что пилоты получали картинку с дроном в аналоговом формате. Были помехи, и картинка была не очень четкая. Как раз это первый чемпионат, где было использование HD-оборудования. Трасса сложнейшая. Вот то место, где бьются дроны, а участники теряют дополнительные секунды. Из-за этого крутого виража по дрону надо попасть вот в эту арку, резко затормозить и взлететь, и попасть в эту горку. Хоть и участники опытные, но получается это на скорости далеко не у всех. А что случилось с дроном? Ничего, у нас замена аккумулятора. Это пит-стоп какой-то? Да, 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 действительно, это пит-стоп. Вот на таких дронах летают участники. Эта малютка весит всего 400 граммов, но по прямой на трассе развивает скорость до 140 километров в час. Чтобы не попал он, зрителей не было никаких увечий. Специально организаторы поставили сетку. Сейчас попробуем поуправлять. Не представляю, если честно, как гонщики летают на таких дронах по трассе, потому что управлять им достаточно непросто. Он куда-то летит, куда-то падает. Плавность тут нужна. А вот сейчас помощник президента Игорь Левитин идет на сцену, чтобы принять участие в церемонии награждения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!